Fallout Equestria. Проект Горизонты. Роман. Автор Сомбр. Читает Рэймблдэш. Глава первая. Начало. Однажды в волшебной стране Equestria война. Война никогда не меняется. Развязанная иноземными захватчиками, она поглотила наш дом, не прекращаясь до тех пор, пока магия ужасающей силы не сожгла всю дотла. Как наша преданность принцесса помогла нам выстоять, так и непоколебимая вера в смотрительницу. Выжить впоследствии. Верь в смотрительницу. Повинуйся смотрительнице. Раздражающее жужжание будильника выдернуло меня из сна. Я вынула переднюю ногу из-под натянутого на голову одеяла, нащупывая край стола рядом с кроватью, и, наконец, найдя его, принялась колотить своим пипбаком об стол, пока нужная кнопка не нажалась и не выключила этот шум. Я простонала и чмокнула губами, пробуя кислую дрянь в моем рту, перед тем, как перекатилась на спину и тихо пропыхтела. «С добрым утром, Блэк Джек! Добро пожаловать в еще один день в стойле 9-9!» Я немного сползла, немного перекатилась, немного свалилась с кровати и бодро встряхнулась. Жизнь в стойле 9-9 шла строго по расписанию, и любое отклонение было наказанным. У меня было полчаса на то, чтобы умыться, еще полчаса на завтрак и еще час на дорогу до места работы. Так было каждый день с тех пор, как я получила китимарку. Я медленно прошлепала через груды накопленного хлама. В большинстве своем это были остатки переработанной пищи и старые бутылки, хотя мне нравилось представлять, что некоторые из открытых бутылок на кухонном шкафу были своего рода экспериментом с брожением. Или домашним животным. В колонии наших будущих гриповых-пылителей, «Эх, мечтай, кобылка!» Мой урок заветился белым. Магическое поле подняло униформу с одной из куч. «Понюхаем!» «Фу, не, не пойдет!» Кинув ее обратно в кучу, я проверила другую. «Да, это сгодится!» Скачав вниз к душевым кабинкам, я пролетела мимо фресок, которые по замыслу авторов должны были пробуждать нас чувства товарищества и взаимопомощи. По крайней мере, именно так нам утвердили в школе. «Все мы же ребята-посмотрительницы!» гласил заголовок одной из картин, на которой абстрактная белая единорожка обнимала множество маленьких пони. Еще на одном изображалась одинокая плачущая пони. «Эгоизм разобщает!» гласила надпись на ней. Я проскакала в сектор общественных ванн, и тут до моего слуха донеслось знакомое хихиканье. На вострев уши, я подошла к кабинкам и увидела там двух кобыл, использующих неразрешенный и, вероятно, неэффективный способ мытья. Согласно правилам, подобное поведение в публичных местах было наказываемо поркой и ограничением пайка до В-класса, так что не было ничего удивительного в том, что эта парочка выглянула из кабинки с некоторой тревогой, когда заметила меня. «А, это всего лишь Блэк Джек!» вздохнула с облегчением пятнистая пони пастель. Затем она покраснела и огрязнулась на свою партнершу. «Клянусь, ты добиваешься, чтобы нас выпороли?» «Весело же!» Захихикала белая пони Мисте Хувс из пекарни, ласкаясь к той в ответ. Мисте была заядлой рецидивисткой. Даже не знаю, то ли ей нравились поцелуи плетки, то ли у нее было что-то не в порядке с головой, и то и другой разом. Я вздохнула. Теоретически, мне полагалось пресекать подобные вещи. Однако, да чего же хреново было той, кому полагается пресекать подобные вещи? «Тебе так не покажется, если порой будет Дейзи», заметила я, и их улыбки моментально пропали. Их не в чем было винить. С этой постоянной фигней о чести и долге небольшая доля порки была одним из немногих верных способов поразвлечься, и многие из охранниц становились весьма увлеченными этим делом. Я шагнула под душ, но тут же отдернулась. «Холодно!» «Ага, талисманное отопление сегодня». «Мне вообще не греют!» Отозвалась Мисте. «Так», — сказала спустя мгновение, «расхотитесь по своим комнатам, веселье докончите там, и не забудьте до комендатского часа вернуться каждая по своим кроватям». «Вот такая вот я крутая охранница!» Кабулки переклинулись, и быстро прекратили банные процедуры. «Интересно, а сможем ли мы сделать то в Атриуме или и не попасться?» Услышала я шепот Мисте, когда те выскакивали из душевой. Я закатила глаза и покачала головой. Некоторые кобылки явно любят испытывать свою удачу. И эта парочка была не единственным и далеко не самым запущенным подобным случаем. Половина пони в этом стойле потихоньку сходили с ума. Я считала, что это неизбежно, особенно когда половина дня посвящена поддержанию этого места в рабочем состоянии. Мы должны сохранить его. Если мы не... Лучше не думать об этом. Стоило 9-9 было единственным уцелевшим. Едва научившись читать, каждая кобылка знала, что когда-то давно мегазаклинания обрушились на Эквестрию, превратив ее поверхность в безжизненную пустошь. За пределами стойла радиоактивная смерть. Поэтому его необходимо поддерживать в рабочем состоянии. И мы исследовали этим наставлением. Мы хранили верность. Потому что в любой... Любой момент... Бля, Блэк Джек, даже не думай о еще одном происшествии. Тихо пробарботала я. Смотрительница защищает. Но я все равно чувствовала мрачную тень, поднимавшуюся внутри меня при мысли о том, что целое стойло тогда было в копытах кобылки на год младше меня. Ровно 500 тысяч мест было в стойле 9-9. 400 чем-то были заняты такими кобылами, как я, которые унаследовали свои должности от матерей. Моя мама была охранницей. Я была охранницей. И когда у меня родится дочь, она тоже будет охранницей. И так далее, и так далее. В редких случаях, когда кобыла умирала раньше, чем успевала дать потомство, лотерея выбирала одну из нас для рождения дополнительного же ребенка. Потому что население должно оставаться равным 500 пони. Все пони должны работать и следовать правилам. В противном случае произойдет происшествие. Стоило 9-9 не выдержит еще одного происшествия. Мерцающие огни от перегруженных генераторов и вода, которая нагревалась и охлаждалась, когда ей вздумается, были яркими примерами. Обычно даже не задумываешься об этом. Но стоит чему-то пойти не так, и мы все умрем. Сгорит ли генератор? Выйдет ли из строя система вентиляции? Одно происшествие. И все мы тут задохнемся в этой душе губки. Стоп! Хватит грузить себя! Сказала я про себя, стараясь выкинуть это из головы. И это казалось проще простого, так как мимо меня только что прорисила Миднайт, направляясь в сторону Атриума. Мои рубиновые глаза мгновенно набросились на этот изящный бочок и грациозный хвост. Они были чернее черного, и она должна быть моей. «Эй! Миднайт! Миднайт! Эй! Эй! Подожди!» Закричала я, споткнувшись в надежде догнать ее. Конечно, она не стала меня ждать, впрочем, как и всегда. Вместо этого она прибавила темп. «Черт тебя дери, Миднайт! В коридорах не бегать!» Выкрикнула я, прибавив скорость. «А что-то такого и охранница! Мне позволительно нарушать пару правил, преследуя проштрафившийся бочок». Неожиданно меня накрыла вспышкой света, и пара кандалов материализовались вокруг моих передних ног. «Вот дерь...» Я едва не кувыркнулась через голову. Немного придя в себя, я смотрелась вокруг в поисках источника. Это могли быть только... «Дейзи! Мармеладка! Грязный приемчик! Высший класс!» Белоснежная земная кобылка и медового цвета единорожка лишь рассмеялись в ответ, глядя на мои жалкие попытки освободиться. «В коридорах бегать запрещено, Блэк Джек!» Промурлыкала Дейзи, выходя из боковой ниши, в которых она поджидала меня. Когда инженеры из стойлтек проектировали свои стойла, они явно не рассчитывали на то, что в них будут жить кобылы, подобные Дейзи. Ее уши почти задевали потолок, когда она смотрела на меня сверху вниз с нескрываемой смешкой и за своими подружками в том числе. Ее словам вторил смешок к Мармеладке. «Ладно, ты поймала меня», сказала я, подняв наручники. «И что дальше?» «У-у-у! Ты не знаешь заклинания от пирания, и я думала, что все единороги и охранницы его знают. Вот Мармеладка, например, знает. Усмехнулась Дейзи, а затем, переступив через меня, подошла к лестнице ватрио. Мармеладка, гала ухмыльнувшись, гинула своей напарницей, после чего обе с хохотом ускакали прочь. Я поднялась и, сверляв взглядом их спины, заковыляла вслед за этой парочкой. Все единорожки из сектора безопасности должны были знать на несколько заклинаний для патрулирования столи. А я... У меня только был телекинез, и... телекинез, и... Ох, я уже упоминала телекинез? Я не могла надевать наручники, или творить дознавательные заклинания, или оглушать, чтобы сохранить свою жизнь. Все мои попытки сотворить что-то более-менее серьезное оканчивались головой вновь болью. Лучше бы я была в обслуживании. Стоп! В таком случае я не слабо ответственность за все стоила, прочь это из головы. Лучше бы я работала в столовой. Это было бы здорово, ведь не нужно столько ответственности для приготовления пищи. Такая жизнь была бы по мне. Но я была охранницей, потому что моя мама была охранницей. А до этого ее мама была охранницей. И так вплоть до легендарной карты Трик, которая высекла. Охрана! Мы спасаем пони над входом в уровень охраны. Ура! Абсолютно наигранным надеждам. Я знала, что никогда не спасу это стоило. И я не могла даже выбраться из этих наручников. Ух ты! Этюджалость, место в первом ряду. Или нет? У меня не было времени жалеть себя. Впрочем, я никогда не была хорошей актрисой. Хватит! Сейчас мне было необходимо выбраться из этих наручников. И у меня была идея, как это сделать. Огромный атриум был сердцем и душой. Жизни пони стоили 9,9. Почти половина населения стоила, могла поместиться в зал для знаменательных событий. И даже больше, если пони были дружелюбно настроены. Огромные несущие колонны были выполнены в виде стволов деревьев. А поддерживающие балки были стилизованы под раскидистые ветви. Это была попытка сделать стоило похожим на что-то снаружи. Но весь эффект разрушался огромными знаменами со смотрительницей, улыбающейся нам всем. И ее глупыми патриотическими лозунгами в стиле «Помогаешь, смотрительнице, помогаешь всему стоилу». И «Стоил бильность превыше всего». Ага, именно так. Стоил бильность. Музыка, играющая там, была наполовину маршалом, наполовину гимном. Было ли удивительным то, что я старалась держаться подальше от этого места? В основном, это было из-за того, что большинство пони отказывались даже смотреть на меня. Они прекращали разговоры, начинали отворачиваться или попросту уходили. И это несмотря на то, что я пыталась быть милой. На самом деле, мне достаточно шепнуть всего одно слово для того, чтобы их утащили на допрос. Но я повидала достаточно, чтобы узнать, что я не хочу этого делать. Хотя однажды я уже попыталась. К сожалению, это никогда не срабатывало в отношении тех пони, которые действительно этого заслуживали. Я прошла мимо кафетерия, где пони накладывали в миски переработанные склизки водоросли зеленого цвета, черпали в лоток переработанные грибы, набирали в миске синтетическую морковь и яблочный жмых, или сварь, ливали в снопы зеленые переработанные травянинные чипсы, коричневое переработанное сено и белые куски переработанного пирога на тарелке. Все отходы в нашем столе подвергались переработке. Нас тоже перерабатывали. И да, хоть я и прожила всю тут свою жизнь, мне до сих пор было проще сделать вид, что машины волшебным образом сотворяют вегетарианскую пищу. И все же, чипсики были очень даже ничего, хоть и тихо делали из переработанной канализационной воды. Просто не думаю об этом. Миднайт разговаривала с Ривец и Текстбук. Глаза черной единорожки расширились, когда она увидела меня, ковыляющую к ее стольку. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» «Нет?» «Отлично», сказала я, кладя свои копытца на стол, до того, как она смогла прогнать меня. «Эй, Рив, эй, научи!» признательно фыркнула земная пони-учительница, когда я встряла в их разговор. «У нас был личный разговор», сказала Текстбук, угрюмо взглянув на меня. «А Ривец, серая кобылка постарше, похоже, нашла мое задрадительное положение довольно забавным». «Отлично!» «У меня есть для вас просто сногсшибательная история. Я, как обычно, просто занималась своими делами, пыталась догнать особенно очаровательную кобылку, когда эти оковы появились на мне, как по волшебству! Вы можете в это поверить?» спросила я с улыбкой, стукнув наручниками по столу. И вот я, оплакивая и обдумывая свою судьбу, вдруг вспомнила ангельское видение, чья магия далеко сблинула мою и чья доброта и щедрость, безусловно, сподвигли бы ее помочь мне в моем затруднительном положении, сказала я, улыбаясь от уха до уха и одним глазком поглядывая на Меднайт. «Блэк Джек, я специалист по пикбакам?» начала она. «Это значит, что ты умная, опытная, ты обладаешь гораздо большими знаниями, чем такая жалкая пони-охранница, как я». Похоже, что она колебалась. «Я ее почти убедила!» «Я заплачу тебе оральным сексом!» выплела я. Текстбук приобрела цвет гнилого яблока, а ревец, прикрывшись, захихикала. «Поболтаем завтра», сказала Меднайт, ревец и побежала к другому столику. «Я еще поговорю с твоей матерью об этом», добавила текстбук, «прежде чем присоединиться к Меднайт». Я вздохнула и утнула с лицом в свои закованные копыта. Ревец похлопала меня по плечу. «Оральный секс, да?» «Какой нынче обменный курс?» «Я идиотка!» пробормотала я. Ревец хохотнула и не стала с этим спорить. «А я и понятия не имела, не думала, что тебе нравятся кобылки», сказала ревец с улыбкой, пожевывая травяные чиспсы. «Эх!» я пожала плечами. «На деле она всегда мне отказывает». Зловно посмотрев на свои кандалы, я зарычала и впилась в них зубами. «Вечно наиграть не дотрогу!» пробурчала я с кандалами во рту. «Ну, свое же время тратишь. Ее очередь, кстати, уже подходит, так что я сильно сомневаюсь, что у нее будет на тебя время», сказала она категорично. «Правда?» Мои красные глаза широко распахнулись, но вслед затем поникли. Следуя примеру остального тела, я сгорбилась и улегла с подбородком на стол. «Вот невезуха!» «Каждый из нас уготованы маленькие испытания», сказала Ривит со вздохом. «Я должна внести жеребенка дактейп в рабочее расписание. Она займет место своей матери». Вздохнув, она добавила, «Надеюсь, она знает, с какого конца нужно держать ключ». «Дактейп умерла? Но как?» ахнула я. «Она была самой милой пони в секторе обслуживания». Я довольно часто сталкивалась с ее бочком в смене «В», хотя при этом никогда не разговаривала с ней. В конце концов, я была охранницей, и она до смерти боялась меня». Ривит раздраженно фыркнула. «Скажи, ты хоть на что-нибудь обращаешь внимание?» «Она умерла еще неделя назад». Пыталась отремонтировать терминал смотрительницы, и он взорвался прямо перед ее лицом. Электроузел не был выключен. «Но скотч-тейп еще не получила своей китимарки, верно?» «Она еще ходит в школу», напомнила я ей, вертя копытами в наручниках и тщетно пытаясь освободиться. «Разве это имеет значение?» «В моем твердо сказала Ривец, поджав губы и судя в глаза. Я действительно переживаю за кобылку, но обеспечение жизнедеятельности стоило 9-9, обладает неотлагательным, первоочередным и абсолютным приоритетом, и она должна это понимать». «Правда?» «А я думала, что неотлагательным, первоочередным и абсолютным приоритетом была смотрительница», ответила я, наслаждаясь своей маленькой подколкой. Обычно это вызывает лишь улыбку. «Но выражение на лице Ривец?» «Я никогда ее не видела такой взбешенной. Моя черная-красная грива вдруг ужасно зазудела, и я мечтала освободить свои копыты, чтобы почесать ее». Ривец застонала. «Не упоминай смотрительницу при мне. Последнее время она только делает, что назначает мне всякие наряды и приказывает проводить различные тренинги. От маленького же ребенка требуется максимум эффективности, но она со своими противоречивыми приказами просто старается сделать так, чтобы этого не произошло». Она потянулась к одному из многочисленных карманов своей практичной униформы и достала блокнот. В прошлом месяце она попросила провести ремонт ретранслятора в техническом помещении номер один, но потом забрала все куски электронных плат и проводов на интерватеризацию и заставила всю ремонтную бригаду отформатировать и почистить базу данных стойло. Техническая комната номер один была небольшим подсобным помещением, которое находилось сразу за мейнфреймом стойла и огромным люком стойлтека прямо на выходе из-за трюма. Иногда я там устраиваюсь подремать, если знаешь, что смотрительница ушла по делам. «Она сказала для чего?» «А она хоть раз когда-нибудь высвечала нас в свои планы?» фыркнула в ответ ревец. Ее мама была той еще занозой. И я не проронила ни слезинки, когда она померла в прошлом году. И теперь этот маленький тиран собирается... Тут она внезапно прикусила язык, осознав, что перед ней хоть и самая безответственная, но все же охранница. Она кашлянула и, поджав плечами, пробормотала. «Я просто забочусь о стойле». Вот и все. Вот и вся история в моей жизни. Вне зависимости от того, насколько я была дружелюбной, я была охранницей. Она нет. Я соблюдала правила смотрительницы и наказывала тех, кто их нарушал. Я вздохнула и, немного опустив уже, спросила, «Что ж, перекинемся в картишки сегодня вечером?» В ее глазах отчетливо читалось сомнение, пока она смотрела на меня. Она невозмутимо встала из-за стола. «Конечно, ты всегда желанный игрок», ответила ревец. «Не потому, что я больше из-за того, чтобы не опозаться внезапной облавой во время игры. В конце концов, я была единственной пони-охранницей, которая любила общаться с кобылками техобслуживания в нерабочее время. На этот раз встречаемся в вентиляционном техническом помещении номер три. И не забудь свою наличку. Я знала, что выйду из игры ровно с тем же, с чем и пришла, потому, что меня не были рады видеть. Просто терпели. Богини, ну почему моя грива опускается при мысли о взгляде, которым она только что наградила меня? Я посмотрела на кандалы на своих копытах, чувствуя, словно я что-то упустила, затем, прорычав, зажмурилась и снова впилась в них зубами. В стойле девять-девять было пять сотен пони, и на десятую часть из них был возложен долг охранять и защищать стойла, а также выполнять волю смотрительницы. К несчастью, нам часто приходилось решать, что из этого было важнее. Конференц-зал был украшен плакатами, напоминающими, что служить смотрительнице служит стойлу. Я прохромала внутрь, когда вечернее собрание уже началось. Главой охраны была Джин Руми, единорожка средних лет, но при этом все еще выглядящая даже лучше некоторых молодых кобылок. Ее пурпурно-красная грива хорошо сочеталась с ее шкуркой цвета лаванды и яркими розовыми глазами, и эти глаза смотрели на меня с явным неодобрением за мое посредственное положение. Джин Руми проскакала к подиуму, листая заметки на своем пип-баке. Микрокомпьютер на ноге каждого пони в стойле обладал просто поразительным объемом памяти для хранения данных, но держу парью, и ее был забит полностью. Она была главой охраны дольше, чем я живу, и, насколько я помню, она всегда была ответственной, компетентной и знала все, что происходит в стойле 9.9. Дейзи и Мармеладка захихикали, когда я прохромала внутрь, и я робко усмехнулась и пожала плечами остальным кобылам охранницам перед тем, Джим Руми только вздохнула, посмотрев на меня и разочарованно покачала головой. Итак, сотрудницы, я хочу поблагодарить вас за усердную работу. Количество сообщений о происшествиях в стойле снизилось почти на 5%. В этом месяце не произошло ничего серьезнее нескольких происшествиях класса В, связанных с нарушением комендантского часа. Спрингс была поймана на хранении Мед Икс, но она добровольно раскрыла свой тайник. Поэтому в наказание она получит всего лишь 20 ударов плети в атриуме завтра утром. О, выбери меня! Можно я сделаю это? спросила Дейзи с усмешкой, размахивая копытом. Но Джим Руми не нашла в ответ ничего забавного. Наказание приведет в исполнение случайно охранница из смены А, Дейзи. И ты прекрасно знаешь это. Ответила она твердо. Дейзи фыркнула, впиваясь меня взглядом. Я всем своим видом попыталась показать, что я тут ни при чем. К другим новостям. Медики сообщают, что у нас пропал самец. Это новый П-21, которого готовились списать. Но он не вернулся с последней назначенной ему случки. Смена В. Ваша задача прочесать стоило. Если кто-то его укрывает, составьте протокол и припроводите его под арест. Если нет, найдите его, приказала Джим Руми. Дейзи радостно потерла копытца. Большинству же было просто скучно. Я как могла старалась не ерзать. Проклятие, почему Акова так сложно снимать? Каждому пони в стойле 9-9 с рождения назначается определенная работа. Пони техобслуживания следят за техникой, пони охранниц охраняют порядок, а пони пекари пекут. Примерно 40 жеребцов в стойле 9-9 ничем не отличаются остальных. Они всего лишь инструменты для продолжения рода. С самого рождения они находятся в отдельных апартаментах и периодически даются кобылам для размножения и развлечений. 20 еда норгов и 20 земных пони по очереди занимаются размножением. Как только жеребец достигает определенного возраста, сколько лет? 12? его назначают использовать для размножения. Конечно, в таком случае для поддержания неизменного количества санцов, жерецов время от времени приходится изымать из очереди и отправлять в отставку. Итак, есть вопросы? Розовый взгляд Джима Руми пристально смотрел всех присутствующих, прежде чем задержаться на мне. Очень хорошо. О, и завтра все пони, испытывающие трудности с заклинанием рассеивая магических наручников, должны доложить ответственному пони в 12.00 для прохождения дополнительных курсов. В конце концов, может, мне удастся изучить что-то более интересное, чем телекинез. Я была в первом ряду, и все же, словно по волшебству, я чувствовала, что все взгляды были устремлены именно на меня. Невероятно. Хорошо. Смены А и Б свободны. Смене В приступить к своим обязанностям. Дейзи кивнула в ответ. После этого кобылки разошлись, чтобы успеть поужинать для наступления комендатского часа. Спасибо, я действительно ценю это, сказала я с кислой миной, глядя на главу охраны. Она лишь холодно ответила. Ты больше не пустобокая, Блэк Джек. У тебя есть долг и обязательство перед стойлом. Если выполнять их, то мой долг состоит в том, чтобы обучить тебя этому. Ага. Только никто меня не спрашивал, хочу ли я этого. Джим направилась к выходу. Эй, сказала я ей вслед, и когда она обернулась, я села и подняла свои закованные в кандалы копыта. Ты поможешь, мам? Она вздохнула, смирив меня долгим взглядом, и, наконец, глава сектора безопасности уступила место моей матери. Подскакав и, опустив свой рог на оковы, она развеяла наколдованные путы. По идее, на это была способна каждая единорушка охраниться. По идее, каждая единорушка была способна на множество заклинаний, недоступных мне. Может, моей матери повезет пережить меня? В одном я была уверена наверняка. С той секунды, когда я стану главой охраны, стоило 9-9 будет опричено. Работа мармеладки? спросила она с готовностью свернуть горы ради меня, ну, или пару голов. Признаюсь, это звучало заманчиво, и именно поэтому даже самые высокопоставленные пони-охранницы предоставляли мне больше свободы действий, чем кому-либо еще. Никто не хотел лишний раз огорчать дочь босса. Не волнуйся, мамочка, и я сама справлюсь с этой проблемой, сказала я, стараясь казаться большой девочкой. И хотя я была достаточно зрелой, чтобы не притворяться, мама всегда видела во мне маленького пустобокого жеребенка. Конечно, если вокруг не было никого, кто бы мог заметить эти нежности. Слава богиням. И я побежала за остальными пони, притворившись, что не услышала ее вздоха. Да, и в одном была вся суть моего к этому отношения. Оказавшись снаружи, я заглянула в вестибюль. На верхних уровнях располагались казармы, оружейные, кабинет смотрительницы, а также мейнфрейм, который управляет всем в стойле. Внизу в конце зала размещается офис смотрительницы и техническая комната обслуживания мейнфрейна. Смотрительница что-то очень возбужденно обсуждалась в миднайт и парой других кобылок, ответственных за информационные системы. Грязно-белая единорожка, которая была нашим верховным лидером, находилась, мягко говоря, не в самом лучшем настроении. Что, в общем-то, было не в новинку, но сегодня она, казалось, была особенно взбешенной и решительно настроенной поделиться своей злостью со всем миром. И я никогда не видела миднайт настолько расстроенной. Прочь! 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 Уйдите! Пока я не пристрелила вас! Вы все бесполезны! Истерически вопила смотрительница. В такие моменты, как этот, я очень радовалась тому, что закон не позволял казнить на месте. Очень радовалась. «Миднайт!» крикнула я, когда смотрительница вернулась в себе в кабинет. Она оглянулась на мой крик. Стоя с поникшими ушами, она спешно начала терять глаза. «Сейчас у меня нет времени на разговоры, Блэк Джек, смотрительница в бешенстве!» «Я случайно услышала про «Пристрелю вас!» призналась я, пристроившись рядом с ней, когда мы шли назад к Атриуму. Из-за чего она так?» «Миднайт взглянула на меня, а затем вздохнув покачала головой. «Ей нужен еще один файл с данными. Старый». «И вы не смогли найти его?» удивленно спросила я. «В отличие от меня, Миднайт была действительно компетентной работницей». «Нет, в том-то и дело. Дактейп нашла его неделю назад. Этот странный файл был похоронен глубоко в архивах стойла. Но она все же зашла его». «Как ей это удалось? Лишь богиням известно», сказала Миднайт, когда мы вошли в большой зал. Раздавшийся в стойле звон оповещал о начинающемся комендатском часе, и все кобылы, кроме смены В, должны были разойтись по своим квартирам. «Так и в чем проблема?» «Он зашифрован», вздохнув, сказала она. «И мы не можем открыть его для передачи». «Она требовала, чтобы мы взломали шифр, но у нас ничего не получается уже неделю». Поживав гугу, она добавила, «Я подумала, что если мы подготовим его к передаче на пип-бак, то она будет, ну, меньше психовать». Но она впала в истерику. У меня никогда не было смотрительницы, угрожающей меня застрелить». Несомненно, Миднайт была потрясена. «Мама не позволила бы ей», сказала я, и, наверное, впервые получила бледную улыбку в ответ на Миднайт. «Слушай, не бери в голову, в конце концов, ты обязательно справишься». «Спасибо, Блэк Джек», ответила она с явным облегчением. Я самодовольно улыбнулась. «Отлично, вот он мой шанс». «Ну, у меня еще есть десять минут до начала смены, и я думаю, что этого времени как раз хватит для того, чтобы наказать тебя за тот раз». Я опустила в ход все свое обаяние. «Обещаю, тебе понравится». Фыркнув, она бросила на меня взгляд, как бы горящий мне, и не мечтай, а затем коротко ответила «Нет». Я плюхнулась на задницу, удрученно глядя на стремительно удаляющийся от меня симпатичный круг. «Да ладно тебе, я правда сочувствую, я же была такой милой, Миднайт». Но кобылка с теми остальными, не оглянувшись. «Да что же такого надо сделать, чтобы получить хоть немного поддержки?» Вздохнув, я повесила нос. «Это несправедливо». Все уровни стойла распорогались друг над другом. На самом верху находились кабинет смотрительницы, помещение службы безопасности, оружейное и мейнфрейм. Уровнем ниже атриум, столовая, центральный вход и две дюжины развлекательных, образовательных и медицинских заведений. Еще ниже располагался жилой сектор. И, наконец, у самого основания сектор технического обслуживания, который был больше, чем все остальные вместе взятые. Все системы по переработке отходов находились именно тут. Здесь же были и магические генераторы, которые питали все стоило, производственное оборудование, бесконечные череды закрытых складских помещений и, конечно же, всякие тайные местечки для самогоноварения, любви и азартных игр. Большинство сотрудников службы безопасности не спускались ниже первого уровня. Те коридоры были темными, грязными и заполненными смрадом различного вида отходов и химикатов, которые в огромном количестве производила система жизнеобеспечения стоила. Первые два уровня, наверное, полностью принадлежали смотрительности. Но здесь, внизу, главной была ривец. Вместе с остальными техниками она составляла самую мунтарную и независимую часть стоила. Когда-нибудь? Нет, лучше не думать об этом. Если бы между смотрительницей и техниками произошел конфликт, я знала, какая из сторон имеет прямой доступ к оружию и какая из них умеет обращаться с системой жизнеобеспечения. «И мне раздай», сказала я, увидев лежащие на столе карты, стараясь переключать гол работающих машин. Карты были настолько старые, что, я уверена, ривец без проблем могла бы сказать, что у кого на копытах только взглянув на истершиеся рубашки. Хорошо, что хотя бы не в покер играет. Ривец раздала карты. У меня четверка пик. Как пони умудрялись держать карты в копытах, для меня оставалось загадкой. Умудрялись и все, что до меня, то я держала их перед собой при помощи телекинеза. Сегодня они были рады мне еще меньше, чем обычно. Четверка пони продолжала болтать друг с другом, шутить и рассказывать истории, не обращая на меня совершенно никакого внимания. Каждый мой выигрыш холодные взгляды остальных игроков. Про смотрительницу никто ничего не говорил. Осторожничали, потому что я была рядом. Одно упоминание о мятеже или о том, как пробраться вооруженную, и вот у нас будет тот самый конфликт. Пожалуйста, ну не говорите ничего такого. Итак, Блэк Джек, я заметила, что ты продолжаешь терпеть все это дерьмо от Дэйзи и остальных, сказала Ривит дружелюбно, затянувшись сигарой. Она предложила мне одну перед игрой. Грубейшее нарушение уровня Б, о котором я решила не докладывать. Я понятия не имела, как она их изготовила, но это был еще один признак. Прогнило что-то в 100 или 9-9. После первой затяжки я болезненно закашлялась и сигару у меня забрали. Они донимают тебя уже третий год? О, гораздо дольше, сказала я с легкой улыбкой. Со временем моего большого первого провала. Но что вы можете сделать? Отвечаешь вопросом на вопрос? Хмыкнула ревец, лизнув копыта перед сдачей карт. Мы не можем ничего поделать. Дэзи тоже из охраны. Ты получаешь работу, и она твоя, независимо от того, злоупотребляешь ты ее или нет. Усмехнулась она, но она знала достаточно, чтобы понять, что она прикидывалась. не пойми, правильно? Твоя мама отличная кобыла. Она всегда пыталась поступать со стойлом правильно, но она просто больше не может. «Ух, Ривец, пожалуйста, не надо!» «Ну, это же в порядке вещей, не так ли?» «В порядке вещей?» спросила Ривец с таким взглядом, что все внутри меня похолодело. «Ты считаешь это правильно, что такие пони, как Дэзи и мармеладка срут тебе в тарелку изо дня в день?» «Ну, нет!» «Но какая разница, что я думаю?» «Это в порядке вещей», взглотнула я, заметив, что никто даже не попытался мешаться в нашу беседу. «Но должно ли оно быть так?» спросила Ривец. Была уйма ответов, но она хотела услышать только один. Я претнула назад. «Почему она спрашивает меня о подобных вещах? Мы не можем просто играть?» Мне нужно было сменить тему разговора, причем быстро. «Ну, так что же задумала смотрительница?» взглянув на остальных, спросила между собой, а затем повернулись к Ривец. Та все еще курила сигару медленно и ровно растягиваясь. Я фыркнула. «Слушай, я знаю, все хренови, чем обычно, но это спрашивает Блэк Джек. Давай, Ривец, я штуц свою Китти Марк получила?» взаправду получила свою королеву и ту спик на крупе здесь, играя с нею. Ты можешь сказать мне?» Ривец Наконец, пожав плечами, она произнесла «Это ты мне скажи». Смотрительница гоняла нас месяц, как сумасшедших. Проводить профилактику всех систем стоило конфисковала наш инвентарь, а дактейп буквально сгорела на работе, выполняя ее задание. И сегодня она кричала на Миднайт, пригрозив, что пристрелит ее. Да еще вдобавок обзавелась своим личным отрядом стражи из пони охранниц, которые крутились около нее сегодня. «Она что?» Удивленно моргнула я. С Миднайт я разминулась очень быстро и поэтому ничего об этом не знала. Ривец медленно кивнула. Ее поведение вызывает серьезное беспокойство. Некоторые начинают сомневаться в ее компетентности. «Она смотрительница. Ее долг сохранять наше благополучие», отчеканила я, перевез взгляд с одной кобылки на другую. Только Ривец не отвернулась. Кто-то думает, что она не понимает, в чем суть ее долга. Кто-то что она не в ладах с собой. А некоторые задаются вопросом, почему же Блэк Джек так настойчиво уговаривала нас принять ее в сегодняшнюю игру? «Неужели чтобы следить за ними?» спросила Ривец, кидая в сторону работающего оборудования вокруг нас. «Держу пари, чтобы со всеми этими помехами вы вряд ли сможете отследить нас по пепбакам». Расположенный на передней ноге микрокомпьютер был чудом арканных технологий. Энни имела ни малейшего понятия о том, как он работает, но должна признать, что он был весьма полезным. Одной из самых востребованных его функций была возможность отследить любой пепбак, если у тебя есть верная идентификационная метка. Мне было достаточно ввести имя, для того, чтобы обнаружить местоположение пони практически со стопроцентной вероятностью. Но здесь, внизу, все было совсем по-другому. Вероятно, именно поэтому пропавший жеребец здесь и скрывался. «Послушайте, я просто хотела повеселиться!» запротестовала я. «Неужели в это было трудно поверить?» Я переводила взгляд с одной на другую. «Со всеми этими кобылами ведь я была знакома всю свою жизнь. Черт! Даревец стала мне почти родной за все то время, что мы провели здесь!» Но, судя по взглядам, которые я получила, да, им было трудно в это поверить. Я медленно вышла из-за стола оставить свои пишки. «Мне надо идти. Ну, знаете, делать охранные дела. У нас тут в округе пропавший жеребец, и мне пора». Конец был неубедителен. Все присутствующие безмолвно наблюдали, как я покидаю вентиляционное техническое помещение номер три. Конец первой части. Продолжение следует...